Неоднозначная ситуация, в которой оказались вкладчики российских банков, работающих в Украине, обрастает новыми деталями. После заявления зампреда НБУ Екатерины Рожковой о том, что все российские финн-учреждения в стране могут закрыться, подробности получили письмо от менеджмента Проминвестбанка, в котором говорится, что это якобы неправда. Так что же происходит с банком, владельцы которого на днях заявили о том, что сокращают штат в два раза и увольняют 900 человек? Разбирались мои коллеги. Проминвестбанк просит подробности опровергнуть информацию о своем тяжелом финансовом положении. Об этом говорится в письме украинского топ-менеджмента российского банка, которое получила редакция. Отметим, что указ о продлении санкций против российских банков опубликован на сайте президента с подписью главы государства. Оппозицию НБУ о том, что российским банкам в Украине стоит закрыться, опубликовали десятки СМИ. В письме менеджеры банка, оказавшиеся из-за санкций в совсем нелегкой ситуации, заявляют о том, что они на их работу не повлияли и вкладчикам ничего не грозит. Однако цифры говорят о другом. Еще в 2015-м Проминвестбанк, который принадлежит российскому ВЭБу, первым в Украине попал под санкции Вашингтона. В результате по итогам 2015 года его убытки составили 18 миллиардов гривен. Год спустя банк потерял еще 4 миллиарда. Спасли банк от банкротства тогда деньги НБУ. Там Проминвесту выделили 712 миллионов гривен помощи из кармана украинцев. Однако это тоже не помогло. В письме от банка говорится о том, что в 2017 году чистый операционный доход Проминвеста равнялся полутора миллиардов гривен. Но вот убытки банка по итогам того же года составили 7,5 миллиардов. Это данные НБУ. При этом каждый год Проминвестбанк терял не только деньги, но и доверие украинцев. По данным СМИ, начиная с 2014-го, клиенты забрали из банка 80% вкладов. О том, что подобные потери могут сулить вкладчикам финучреждения проблемы, уже не раз заявляли экономисты и финансисты. Ведь получить деньги от иностранных инвесторов банк не сможет из-за украинских и американских санкций. Российский собственник Проминвеста ВЭП тем временем объявил о сокращении штата в два раза. Уволят 900 человек. Из-за санкций банк потерял уже десятки миллиардов. Еще в феврале там заявили, денег для своей украинской дочки нет. На чем теперь придется держаться топ-менеджерам Проминвеста, которые уже четвертый год пытаются удержать на плаву банк, несмотря на санкции, неизвестно. Ведь НБУ вновь спасать банк станет вряд ли. И если топ-менеджеры Проминвестбанка пока что, возможно, и сохранят свои зарплаты, то как это отразится на вкладчиках, которые до сих пор не забрали из банка деньги, пока остается лишь догадываться. Покупатель на убыточный банк, как заявили в НБУ, вряд ли найдется. Нацбанки ждут, что российские банки в Украине, в том числе и Проминвест, закроются и сдадут лицензии. Успеют ли украинцы до этого вернуть свои вклады? Большой вопрос.